Я должен сказать, что это вообще трюк, возможно, только по одной простой причине, что таблица Менделея конечных стабильных ядер. Потому что мы берем только закон о сохранении, и дальше, собственно говоря, комбинатория. Комбинатория, как вы понимаете, у нас есть там 288 стабильных изотопов. И если мы вспомним теорию множества, то количество комбинаций, количество подмножеств, которые можно собрать из этого множества, это всегда 2 в степени n, правильно? Вот, ну 2 в степени 288, поэтому нужны какой-то механизм, чтобы он позволял однозначно подбирать. Пока не понимаем. Двигаемся дальше. Почему это, в чем сложная задача? Когда мы работаем в обычной ядерной физике, то мы знаем, вот дочернее, материнское ядро, чем-то стукнули по нему. Закон сохранения электрического и барионного заряда легко, учесть руками всего 2 частички. Вы уже примерно понимаете, известно, что при этом получается. Эксперимент показал, все пишется легко, закон сохранения энергии. И если вы берете, скажем, 15 атомов с одной стороны, то учесть правильно закон всех, все 4 закона уже становится, руками не переберешь. Тем более надо учитывать и по протонам, и по нейтронам. То есть задачка достаточно другая, не то же сложная, но другая постановка задач, в отличие от обычной ядерной физики. Ну, собственно говоря, теперь какими нормами пользоваться, вот здесь, собственно говоря, сейчас мы переходим к самому тонкому, пожалуй, месту этого доклада. Какими, что есть, ну, энергия связи, почему не очень хороша? На самом деле, энергия связи, если вы посмотрите любой справочник, энергия связи протона и нейтрона, элементарная частица, она уливает, правильно? Это две разные частицы. И весят по-разному. И весят заметно по-разному. Поэтому видно, что критерий энергии связи не очень хорош, потому что он не различает нейтрон и протон. Теперь упаковочные множители, которым любят пользоваться в ядерной физике. Да тоже плохо. Посмотрите, он как бы волевым усилием, ноль выбран на С12. Но физически понятно, что раз ядро связано, то не должен быть ноль. Значит, есть помимо самой идеологии, есть еще нулевые точки. И вот здесь очень важно, чтобы нулевая точка, точка отсчета вашего критерия была правильной. Ну, может я немного говорю путанно, но это тонкое место, вот здесь надо как-то немножко праздностить. Давайте следующее. Важная ремарка. Ну, ладно, между слабыми взаимодействиями я уже, поскольку говорил. Ну, про эти электронные оболочки я тоже говорил, давайте это опустим. То есть, считать надо очень аккуратно. Вот я про что. Очень аккуратно. Давайте следующее. Вот. А вот это вот такой, даже связанное с названием вашей конференции. Давайте вспомним, что значит трансмутация. Что это означает? Термин был введен на заре ядерной физики. Когда ученые с удивлением обнаруживали, что из одного химического элемента спонтанным образом образуется другой химический элемент. Всегда это было либо на два назад зета, либо на один зет вперед. То есть, либо альфа-распад вы теряете, по таблице Менделеева смещаетесь на два шага, либо, в общем, как в песне. Шаг вперед и два назад. Вот. И вот процесс появления новых химических элементов, стоящих рядом с исходным, назвали трансмутацией. То есть, он трансмутирует, перемещается на соседнюю клеточку, или максимум через клеточку, не больше. И это называется трансмутация. Медленные изменения, можно сказать, адиабатические почти. И вот то, о чем я сейчас буду говорить, принципиально другой процесс. Вы один ансамбль ядер переводите в другой ансамбль ядер. И более того, если мы говорим, что и синтез, и распад идут одновременно через железо, то они просто из разных частей таблицы Менделеева будут подбираться. И мы пользуемся словом трансформация. Как бы желая сказать о том, что это не одночастичный процесс. Что это не просто там потеря, переход нейтрона в протон, или потеря альфа-частицы. Понятно я излагаю, да? Вот отношение мое такое. Мы должны сменить термин. Потому что, когда говорят трансмутация, и это все, и западные наши коллеги, все этим пользуются, везде трансмутэйшн, трансмутэйшн, трансмутэйшн. Это неправильно, это другие процессы. Либо все это ерунда, либо это какой-то другой процесс, коллективный, совершенно не связанный с переходом на соседнюю клеточку. И это надо четко себе понимать. Давайте дальше. Слайд остался от этого. Пропустите, пожалуйста, не заметили. Да, 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 дальше. Ага. Да, дальше. Да, вот, давайте начнем с этого. Вот качественные предсказания. Я уже сказал о Кузнецове Мышинском, и это, считаю, их заслуга. Теперь, к сожалению, гена нет, и я не буду за глаза его, не то что упрекать, в некой ошибке, которую они почему-то на протяжении уже почти 15 лет из статьи в статью переносят. И сколько я ему не писал, гена, вы делаете неправильно, вы ошибаетесь на 700 кэф. Я дальше покажу, где, кстати, содержится ошибка. Хотел с ним подискутировать, но он не приехал. Но он не мог просто. Да, хотел, да, он мне позвонил, сказал, что хотел, гена, я тебе хочу, наконец, объяснить, где вы ошибаетесь. Вот. Ошибка не катастрофичная, но часть вариантов, которые они выдают, как возможные процессы, не проходит. Часть, да, часть нормально, соответствует действительности, а часть остается ошибочной. Давайте дальше. Дальше. Я не знаю, как это попало. Что-то я... Перекинули слайдами. Да, что-то не так, и я, по всей видимости, не... Давайте дальше посмотрим. Вот спаунтер. Да, 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 значит, пропала часть презентации. Ну, ладно, давайте, я ее расскажу так. Значит, пропала, на самом деле, феномологическая модель, собственно говоря, норма, как Филипп устроил эту модель. Он пошел своим путем. Смотрите, в чем суть? Что есть такое энергия связи? Энергия связи атома. Это вы должны ядро разобрать на протоны и нейтроны, а электронную оболочку на электроны. И вот это все разнести, и вот это вот есть энергия связи. Понятно, разница между вот этими у нас. У вас, получается, два класса частиц. Протоны и нейтроны. И вам тяжело считать. Конечно, лучше, когда у вас какая-то есть одномерная штука. Надо как-то уравнять протоны с нейтронами. Что предложил Филипп? Давайте мы предположим, что у нас все нейтроны распались в атом водородом. Мы разберем ядро атом не на протоны и нейтроны, а на атомы водорода. Но энергию связью, конечно, оставим вычисленную по модели ферми, электронную. Мы его как разберем? Мы говорим, протон, электрон, значит, 13,6 электронного вольта. А, да, мы, поскольку энергию уже посчитали, мы, конечно, ошибаемся. Мы ошибаемся на 13 электронного вольта на каждом протоне. Мы как бы его больше, меньше делаем. Но для 100, для А атомного номера 100, это будет всего 1,3 кэва. А это точность современных аспектонов. Поэтому такое предположение, оно не идеально, но оно вполне хорошо работает для до сотого, там, 150-го. Ошибка не очень велика. Но что мы при этом получаем? Мы получаем прекрасную картину. Мы все разбираем не на протоны и нейтроны, а на атомы водорода. Протоны мы просто подсоединяем электроны. А где энергия нейтрина? Она же огромная. А нейтрон, мы считаем, что он распался в связанное состояние. В связанное состояние, знаешь, не так? В связанное состояние, не очень огромное, 726 кэв. В связанное состояние, и вот эти. То есть электрон как бы сразу родился на оболочке. А вот эту вот энергию нейтрина, 728 кэв, мы ее учли. Мы каждому нейтрону эту, так сказать, добавили. И, но, преимущество. То есть фактически мы изменили немножко понятие энергии связи. Мы это называем нормой филе. Мы ввели понятие нормы. И оно, кстати, соответствует математическому определению понятия нормы. Все там выполняется, все три требования приняты для нормы. Но тогда у нас есть одномерная модель. Мы разбираем каждое ядро атома на водород. То есть мы как бы возвращаем к исходному состоянию Вселенной. И, честно говоря, там, сколько там, лет 10-15, и Филиппов, и я думали, что это чисто, это трюк чисто вычислительный, который позволяет упростить задачку. Но, может быть, кто-то сумеет в этом найти и более, больше, так сказать, философский смысл. То есть, понимаете, мы разбираем все до водорода. И тогда ноль меры оказывается водород. То есть вот исходное состояние Вселенной. К сожалению, вот как-то это пропало, и я, ну, доски здесь нет. На пальцах рассказывайте. А? На пальцах рассказывайте. Ну, собственно, на пальцах я уже и рассказал. Все, отчатки. А этот час очень интересно. Все, я тогда закругляюсь, закругляюсь. Значит, основная мысль, которую я до вас хотел донести, что все-таки, Лен, это какие-то реакции совершенно нового класса. Это не синтез, не распад. Это коллективный процесс. И тогда это объясняет микроскопичность. Непонятно совершенно, как при этом преодолевается кулоновский барьер. Абсолютно непонятно. Мы на этот вопрос не можем сейчас ответить. Но, тем не менее, какие-то, вот, это можно назвать кластером, там, прото, там, еще чего-то, еще чего-то. Но вот образуется некий такой ансамбль, который внутри себя обменивается протонами и нейтронами. И можно сгоряча сказать, это обменное взаимодействие. Нет. Мы знаем, что обменное взаимодействие, которое возникает из-за тождественной частицы, это Гейзенберг, так сказать, вел. И то, что мы можем померить его энергию, там, на орто, парагелий, это лабораторная работа. Второе, что мы знаем про обменное взаимодействие в химии, да. Вот у нас здесь, на самом деле, это больше похоже на химическое обменное взаимодействие. По крайней мере, мы видим, что одни обмениваются протонами и нейтронами, а там остатками кислотными. Ну, давайте я, есть некая надежда, что все-таки странное излучение каким-то образом здесь позволит нам... То есть, чтобы вот это происходило, такая фантастика, должен быть какой-то принципиально новый элемент, о котором мы не знаем, потому что из того, что мы знаем, ну, не могут атомы так себя вести безобразно. Значит, должен быть какой-то новый элемент в нашем знании. Может быть, он связан со странным излучением. Может быть. А может быть, еще есть что-то, что позволяет вот так вот... Но в любом случае, мне кажется, что все наши попытки объяснить протекание нескольких детических ядерных реакций, исходя из тех знаний, которые мы имеем на сегодняшний день, скорее всего, обречены на неудачу. Слишком сильные противоречия. Означает ли, что их не надо делать? Нет, конечно, надо. Но, в конце концов, должен родиться какой-то новый подход. Я думаю, что он родится. Может быть, уже Эйнштейн или Дебройле учится в школе. Все, спасибо вам за внимание. Извините, что так долго. Спасибо замечательному докладчику за прекрасный доклад. Мы слушали его не только с большим интересом, но и с большим удовольствием. Леонид, ну, действительно, еще раз послушать тебя приятно. Телефонный профессор говорит как-то ясно для студентов. Значит, ну, все-таки, говорить будем откровенно. Но это заготовка, которую ты оставил, так сказать, на полпути. Даш, ты проводил свой эксперимент, Саша проводил свой эксперимент, я свой эксперимент. Вот какая-то тряска внутри этого мешка, что-то на эту комбинаторик уже влияет. Что именно экспериментаторам надо предсказать, сделать, чтобы эта тряска произошла? По твоему мнению. Странное излучение тут не спасает, оно вторичное. Согласен. Что начальное было? Согласен. Значит, Толь, я как-то немножко там уже под конец сбился. И все-таки еще одно мы поимели с этой фенологической модели результат. Она предсказала, что если добавить ванадий, в титановую и углерод, мы должны получать 57-ое железо. Редкий изотоп, легко меряется. Мы добавили и получили. И это означает, что... Это уже количественный результат. Это означает, что вот эти вот наборы, подбор этих наборов, он не бессмысленен. Это никто не стоит. Теперь твой вопрос. Ну, а что там внутри? Как заглянуть? Нет, нет, нет. Что надо сделать, чтобы инициировать этот треск? Понимаешь? Да. Что делать, я не знаю. Это реальный эксперимент. Я сейчас размышляю над тем, что это... Какая симметрия при этом работает? Все-таки ядерная физика опирается на симметрии. Какая симметрия при этом работает? Если угадаем симметрию, вся физико-элементарная частица, это угадайка симметрии. Понимаешь? Если угадаем симметрию, значит, все, выиграли. Значит, мы будем знать, из чего чего можно получать. То есть методы теории групп, я называю это трансформацией, термин взял, из теории групп, как бы предупрежая. Я думаю, что результат будет получен именно здесь. Можно попробовать? Во-первых, замечательный доклад. Спасибо за доклад. Приятно, что вы работаете в Сухунском частичке. Я буду в Северном году в УДРе. Сказочное место. Я вам завидую. Я вам говорю, завидую. Адам Курчатовскому председателю Курчатовской института, хоть теперь вы не работаете. Вы с работами Чернух и Витров Владимирович знакомы или нет? 2502-2002-2002 кормаяцка. Нет, ничего нет. Давайте без реклам. Давайте вопрос по существу задавайте. Вопрос. С работами знакомы с его или нет? К сожалению нет. Встыдно, не знакомы. Всем тематики Shinathack共同. С Великой? Знаком. Вот, пожалуйста, может быть, это даст вам подсказку на вашу... Я считаю, у вас хорошая догадка. Вы на правильном пути. Спасибо. Посмотрите, там есть... Меня даже самолет пропустит, перевеса не будет. Если там отдельные статьи, будет интересно. Спасибо большое, спасибо. 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 Спасибо, Леонид. Excellent presentation. Really easy to follow. So, I appreciate so much. I'll manage the wealth. I was with Pientelli in early January 2015, and he told me, don't tell nature what it is, let nature tell you. And just looking at your experiments on what we conducted, if you just look at the rock-forming elements, if you start with manganese, you're going to end up with iron. If you start with titanium, you're going to end up with sodium, aluminium, silicon, potassium, and iron. And if we, with our reactor experiments with microwaves, if you start with carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, you end up with these things. So, there's four billion years of experimentation going on here. And the answer is kind of there. So, that's one thing. Your work with Mishinsky, which inspired Alexander Parkhamov to produce some reaction tables, we work with a Belgian guy and a guy in New Zealand, and we've created an interactive online system which anyone can use, where you put in your starting reactions, and it just considers two to one, one to two, and two to two. And it comes out with products. There is another version of that which is you can add in parameters like electron affinity, melting point, minimum or maximum energy levels, and so on. And it will do recursive generation. So, it creates the first pass with the most likely products to come out. And then it does a recursion and then does the next product. And I think with data, everyone can use this. It's free. It's available. Thanks to Alexander Parkhamov for sharing his tables. Now, there's a couple of things. Last year at the meeting in ASTI, I suggested the use of PET in ASTI. ASTI, ASTI. I agree with you that isotopic shifts are probably one of the best ways other than a strange radiation of knowing that this is going on and not some contamination or whatever. So, I suggested the use of positron emission tomography using 18 oxygen. But then the system doesn't like to create radioactive things like 18 chlorine unless it's the proton-neutron reaction. So, what I'm going to suggest here is an experiment that I would like to do that I think everyone can do and they can put in their reactors is to use carbon. Carbon. You put it in. You put it in. And your answer comes from radiocarbon dating. 14 carbon is radioactive. It's got a 36,000-year, or whatever it is, half-life. And it's just $350 for an analysis. So, if the system wants to create non-radioactive elements, then you can use a standard process that's available all over the world to analyze your reaction products for... You put your carbon in. It just came from a tree made to charcoal. Put it in. And you analyze it and it's 200,000 years old. And I hope you tell us in your presentation about this... I will do it. It's incredible. And if you talk... I think this is information... And I will be glad to have your presentation. Yes. Welcome to the room. Thank you. No, no, no. We'll have to propose... Yeah, yeah. No, no, no. No, no. No, no. 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 But that's midnight. No. 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 Yes. No. Водовлетворено, комбинация сейчас, мне нужен компьютер. Он ни одну их полно подобрал. А сколько, нет, еще есть вопросы? Включает комбинацию, допустим, с ванадик. По-моему, штук шесть, с одной стороны. Я вообще-то давно забыл, я уже в другом из переменец. Я уже почти гражданин Амхазии, а ты меня спрашиваешь про ванадик. Сейчас, извините, я пять минут, и я отвечу на все. Просто я должен посмотреть, как это было делать. У меня еще вот такой вопрос. Да, Александр. Все-таки, почему, вот вы говорите, у вас критерий такой, что энерговыделение должно быть маленькое, там, 10 кэф, а почему все-таки не идут процессы с большим энерговыделением? Всегда мы привыкли к тому, что когда большое энерговыделение, процессы идут с большей вероятностью. А у вас получается, что они не идут, а с маленькой идут. Да, и это вот третий поразительный момент, что ситуация получается как бы инвертирована. И все каналы, которые компьютер дает с большим энерговыделением, эксперимент не показывает, а показывает именно минимальный. Вот здесь, получается, ситуация инвертирована. И вот эти многочастичные реакции, похоже, обладают той же вероятностью по отношению к одночастичной, как привычной нам физике, и все наоборот, вывернули. То есть почему-то получается так, что многочастичные вероятнее на эксперименте обнаружат, чем из трех. И совершенно верно, Александр, мы заметили, что ситуация действительно инвертирована. Вот если там есть 10, там 100, мы, 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 никогда мы, мы, мы не видим. То есть это, это феноменология, которая не имеет пока объяснения, нет? Нет. Просто сравнение с экспериментом показывается, из всего того, что выдает компьютер, реализуются только самые низкоэнергетические процессы. Ну, поэтому она, видимо, Леннер и называется. Удачно назвали. Спасибо. Спасибо. Успеем еще? Да, да, успеем.